Перемены с 1 июля ожидают также автолюбителей, предпринимателей, пенсионеров и путешественников. Больше всего инноваций в жизни автомобилистов. Например, запрет на ввоз из-за границы праворульных автомобилей, легковушки японского производства. Возить, впрочем, еще можно, только надо будет получить в аккредитованной лаборатории свидетельство о безопасности колесного транспортного средства на иномарку. А вот транспортные средства категории М2 и М3 с правым рулем импортировать нельзя. Также свидетельство о безопасности надо будет получать на тюнингованные авто. Водителям, которые перевозят лиц с ограниченными способностями, надо будет регистрировать свой автомобиль в Федеральном реестре инвалидов. Обознавательный знак «Инвалид» сохраняет свою силу до конца года, а с 1 января следующего никаких привилегий он уже не дает, если автомобиля нет в реестре. Путешественникам с июля будут возвращать деньги за билеты на железнодорожные рейсы, если те были отменены из-за режима ЧАЭС или в повышенной готовности. Пенсионеров, которые являются опекунами или попечителями по гражданско-правовому договору и получают за это деньги, не будут считать работающими. И, соответственно, им начнут индексировать пенсии. В квартирах и частных домовладениях будут устанавливать приборы учета электроэнергии нового образца, которые сами передают показания о потребленном ресурсе снабжающей компании. Особый налоговый режим для самозанятых распространяется на всю Россию. Зарегистрироваться в качестве легального фрилансера можно будет не с 18, а с 16 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова